Всем привет! Меня зовут Игорь Исаченко, это сайт исаченко.бис. Сегодня мы поговорим о фотореалистичном рендеринге в Cinema 4D. О рендеринге с помощью HDRI карты и о глубине резкости DOF, depth of field. Как включить глубину резкости в Cinema 4D, как отрендерить изображение с глубиной резкости и как подобрать такие параметры, чтобы получить на выходе более-менее качественную, хорошую, классную, красивую картинку и в то же время не потратить недели на ее просчет. Итак, давайте приступим. Не будем долго разговаривать. Приступим с того, что создадим простую сцену из объектов, которые уже есть в библиотеке Cinema 4D, так как моделирование сегодня не входит в принципе в наши задачи. Все эти объекты можно найти, щелкнув по кнопке Windows Content Browser и раскрыв папочку Presets. Все эти объекты здесь есть. Давайте возьмем для начала вот такой вот, например, стол и поставим на этот стол пару стеклянных бокалов, так как стекло хорошо иллюстрирует то, что нам сегодня с вами понадобится преломление света, глубину резкости и прочее. Добавим вот такой бокал. Дальше мы его можем скопировать. Для этого зажимаем клавишу Ctrl и тянем бокал. Автоматически создается его копия. Так, и давайте добавим еще вот такой вот Martin Glass. Это бокал для мартини. Тоже ставим его на стол. Теперь выравниваем бокалы так, чтобы они стояли на столе. Это важно, поскольку если они будут находиться ниже или выше крышки стола, то у вас возникнут проблемы с тенями и соответственно с реалистичностью. Поэтому ставим все бокалы на стол. Выравниваем композицию так, чтобы она выглядела более-менее красиво и реалистично. И нажимаем клавишу Render. Смотрим, что у нас получилось. Ну, получилось у нас пока полная фигня на самом деле, потому что при таком рендеринге мы вообще не видим материалов. То есть мы не видим, что это у нас стекло. Оно больше похоже на пластик. Мы не видим освещение, поскольку сейчас у нас в сцене нет ни одного источника света. А вместо источника света у нас выступает заданный по умолчанию Cinema 4D, который включен в настройках. Это общий свет, который не дает практически ни нормальных каких-то бликов, ни теней, ничего. Поэтому давайте мы сейчас займемся освещением сцены. Но в сегодняшнем уроке мы будем освещать не с помощью вот этих вот источников lights, которые встроены в Cinema, а с помощью, как я уже говорил, HDRI-карты. Внизу под видео в описании вы можете увидеть ссылку на сайт, где можно скачать архив с действительно классными высококачественными HDRI-картами. Либо вы можете ввести в Google HDRI-карты и взять любую понравившуюся картинку приемлемого в принципе качества. Что такое вообще HDRI-карта? Это изображение, панорама, снятая с разворотом в 360 градусов, то есть круговая панорама. С помощью этой панорамы мы будем освещать сегодня наш рендер. Итак, давайте приступим. Для начала создадим новый материал. Create new material, либо просто двойным кликом в области материалов. После этого два раза щелкаем на материал и выключаем все каналы Color, Specular, любые каналы, которые у вас здесь могут быть включены, и включаем канал Luminance, свечение. Вот так как нам понадобится именно освещение HDRI-карты. У канала Luminance, как и у прочих каналов, есть опция Texture. Загружаем сюда изображение, которое вы скачали из интернета. У меня здесь лежит изображение из архива, который доступен по ссылке под видео. Здесь оно в формате EXR, но на самом деле в качестве HDRI-карты можно использовать и стандартный JPEG, TIFF, BMP и тому подобные материалы. Загружаем карту. Cinema, поскольку мой проект не сохранен, Cinema спрашивает, нужно ли скопировать этот материал. В папку с проектом отвечаем, ему нет. И вот такой вот материал у нас создался. Закрываем окошко. Пока оно нам больше не нужно. Теперь нам нужно создать объект Sky. Небо. Что вообще из себя представляет этот объект? В уроке про Unity 3D я уже немножко касался этой темы. Это такая огромная-огромная сфера, на внутреннюю поверхность которой накладывается текстура. И эта сфера обволакивает всю вашу сцену. То есть сейчас на объект Sky мы будем накладывать вот этот вот наш материал с текстурой. У меня это текстура кухни, HDRI-карта кухни кухонного освещения. Вот мы видим, как поменялся задник на нашем изображении. И теперь можем еще раз нажать Enter. Ну а теперь по сравнению с первым рендером мы уже видим совершенно другую картинку. Теперь у нас присутствуют какие-то блики. У нас материал из пластика наконец-то превратился в реальное стекло. Но картинка как источник света пока по-прежнему в нашей сцене не присутствует. То есть если мы посмотрим на стол, мы увидим, что никаких бликов, никаких теней от бокалов. То есть картинка как была плоской, так и осталась. Что нам надо сделать для того, чтобы включить HDRI-карту как источник освещения? Во-первых, нам нужно, если мы еще раз нажмем Render, то увидим, что наша карта лежит ну не совсем так, как нам хотелось бы. То есть на передний план выходят стулья, еще один стол, который дублирует. наш уже существующий, которого тут быть не должно. Поэтому для начала нам надо правильно развернуть камеру и развернуть HDRI-карту так, как нам нужно. Поэтому два раза кликаем по тегу Texture у объекта Sky и переходим, если у вас вдруг откроется вкладка Basic или любая из других вкладок, переходим во вкладку Editor. После чего в опции Texture Preview Size выставляем, ну например, 2048 на 2048 пикселей. Это позволит нам видеть HDRI-карту в окне редактора в ее более-менее нормальном разрешении. И теперь мы сможем подбирать, двигая камеру, ту позицию карты, которая нам нужна. Либо еще один вариант, мы можем подвинуть саму карту. До этого еще раз кликаем, один раз кликаем по Texture Tag. И в области Offset U, смещая здесь значение, мы можем смещать карту по горизонтали. И смещая значение Offset V, соответственно, мы можем ее смещать по вертикали. Итак, давайте подберем необходимое нам положение карты. Вот у нас есть такая симпатичная кухня, с таким вот симпатичным окном. Ну вот, вот я думаю, как-то так. Будем рендерить. Положение карты подобрали, теперь нам необходимо включить HDRI-карту как источник освещения. Для этого перейдем в настройки рендера, Render Edit Render Settings. И в настройках рендера во вкладочке Effect, вернее в кнопке Effect, найдем эффект Global Illumination. Включим его. Что это такое? Global Illumination это просчет реального освещения, основанного на поведении фотонов. То есть, в этом случае, перед тем, как просчитывать, рендерить ваше изображение, программа просчитывает Light Map, световую карту, где просчитывает падение фотонов, преломление лучей света на различных материалов, от различных каких-то предметов, жидкостей и прочее. Включаем Global Illumination и в данный момент я изменю настройки GE на самые низкие для того, чтобы ускорить просчет. Потому что опция Global Illumination довольно-таки чувствительно удлиняет рендеринг картинки. Поэтому пока на данный момент я поставлю все значения на самые низкие из доступных. Вы можете это делать, можете этого не делать. То есть, чем выше значение в настройках Global Illumination, тем, соответственно, лучшего качества вы получите на выходе картинку. Лучше и правдоподобней. Но рендер рискует затянуться соответственно. Закрываем окно рендера. Оно нам пока не нужно. И нажимаем кнопочку просчета. Вот мы видим, как Cinema 4D составил цветовую карту Lightmap. И мы сразу видим, насколько изменилась наша картинка. Во-первых, от бокалов стали падать тени. Мы видим, что картинка сразу поменяла цвет, так как HDRI карта имеет теплый оттенок, теплое освещение. Картинка тоже сразу стала с легкими желтыми оттенками. То есть, в принципе, выглядит уже довольно прикольно и довольно правдоподобно. Но, мне кажется, если бы мы снимали этот кадр в реальности, нам бы у нас задний план, вот эти вот задние два бокала были бы немножко размыты. За счет того, что они были бы вне фокуса. Объектив камеры сфокусировался бы на бокале Smartini, а вот эти вот два бокала получились бы немножко размытыми. Итак, давайте посмотрим, как мы можем симулировать такой эффект в Cinema 4D. Во-первых, для того, чтобы играться с настройками камеры с глубиной резкости и прочим-прочим, нам необходимо элементарно добавить в сцену камеру. Давайте кликнем вот по этому значку, камера автоматически добавится. Она добавится в то положение, в котором вы сейчас находитесь во вьюпорте, в окне редактора. Если мы нажмем вот на этот значок, то мы привяжем камеру к тем значениям, в которые она была добавлена, в которые вы ее установили. То есть, если вы теперь этот значок отключите, посмотрите сцену, отодвинетесь куда-то, вы можете в любой момент вернуться в необходимое вам положение камеры. Итак, сейчас давайте перейдем к настройкам. Я думаю, если вы имели дело с фотографией, а сейчас в последнее время, наверное, каждый второй или третий имел дело с фотографией, с фотоаппаратом, с зеркальным фотоаппаратом, то вы должны знать, что такое фокусное расстояние объектива, что такое выдержка, что такое диафрагма. Сейчас я этих вопросов касаться не буду, потому что иначе наш урок рискует затянуться просто на долгие месяцы. Это совершенно отдельный курс. Поэтому давайте мы поменяем фокусное расстояние focal length нашего объектива на 50 мм. Это фокусное расстояние стандартного портретного объектива. Немножко отодвинем камеру. Если вы зажмете клавишу control, вы заставите камеру вращаться вокруг собственной оси. В противном случае она будет вращаться вокруг выделенного либо выделенных объектов. Но если мы сейчас нажмем клавишу render, мы увидим, что ничего не поменялось. Для того, чтобы включить глубину резкости, нам нужно опять зайти в настройки рендера и выбрать тип рендера вместо стандарт поставить physical, физический рендер. И теперь у нас в настройках появилась вот такая вот опция physical. И здесь соответственно есть галочка depth of field, глубина резкости. Вот мы ее и ставим. Вкладочка Sampler отвечает за метод, по которому будет просчитываться глубина резкости. Нас в принципе интересует в данный момент adaptive либо progressive. Чем они отличаются? Progressive render просчитывает глубину резкости в принципе в реал тайме, в режиме реального времени. То есть он делает это в несколько пассов. Как это выглядит, я чуть-чуть попозже вам покажу. И используя progressive render, если вы развернете вкладочку Sampler, вы можете переключить режим этого рендера из бесконечного до ограниченного либо количества пассов, либо количеством времени. То есть представьте себе, например, такую ситуацию, когда вам нужно просчитать какой-то драфт, черновик какой-то картинки, допустим, там за 15-20 минут и срочно показать его заказчику. В таком случае вы можете не ждать, пока картинка просчитается полностью со всеми наворотами, если вам не нужен идеальный вариант, а поставить в настройках физического рендера progressive, включить time limit и поставить, например, 20 минут. Вы будете знать, что так или иначе за 20 минут вы уже получите какой-то финальный результат. То же самое касается pass count. По умолчанию здесь стоит 256 пассов. На самом деле на обычной даже четырехядерной, восьмиядерной машине это займет просто ужасающее количество времени. То есть можно, например, выставить 24 или 16 пассов и ждать, пока картинка просчитается. За 16-24 пасса вы, в принципе, получите вполне приемлемый результат. Адаптив рендер действует немножко по-другому. Мы можем свернуть сейчас вкладочку сэмплер. Он просчитывает каждую часть картинки полностью, финально. При этом у вас также есть выбор и вы можете использовать низкое, среднее или высокое качество. Это очень сказывается на размытии, поскольку чем ниже качество сэмплинга, тем более шумное вы получаете размытие. Есть также опция автоматик, то есть программа сама в зависимости от ситуации выбирает наиболее подходящие значения сэмплера. И вот в этом вот пункте Shading Error Threshold вы можете влиять на точность рендера, то есть сократить количество ошибок при просчете размытия и тем самым, ну, хотя бы немножко сократить количество шумов, которые вы получите на выходе. Я обычно ставлю здесь 5 процентов, но поскольку сейчас мы будем рендерить учебную картинку скорости ради, я оставлю все как было, 20 процентов. Итак, немножко заговорился о настройках, давайте вернемся немножко назад. Зашли в Render Settings, выбрали настройку Physical и включили опцию глубины резкости, Depth of Field. Motion Blur нам пока не нужен, поскольку этот флажок в принципе необходим больше при рендеринге анимации, он отвечает за размытие движений. Нас пока интересует глубина резкости, Depth of Field. Закрываем окошко рендера и нажимаем Render. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот мы видим опять Light Map и вот пошел просчет. Так, что мы с вами видим? Мы видим, что картинка передний план у нас уже получается полностью вне фокуса. Вот, кстати, вот эти самые шумы, про которые я вам говорил и объяснял, каким образом их можно хотя бы немножко избежать. Итак, почему у нас получилась такая размытая картинка? Такая картинка у нас получилась потому, что мы не до конца настроили камеру, то есть мы не задали ей объект либо расстояние, на которое ей нужно фокусироваться. Давайте сделаем это. Итак, для этого еще раз щелкнем вот на этот флажок, чтобы посмотреть на нашу камеру немного со стороны. Давайте отодвинемся. Мы видим, что вот эта вот точка фокуса нашей камеры, мы видим, что она находится ну просто чертовски далеко от тех объектов, которые нам необходимо просчитать. Она находится в двух тысячах сантиметров, поэтому мы ее просто передвигаем немножко поближе. Либо мы можем задать здесь какое-то значение вручную. Еще раз приближаемся к нашим объектам. Итак, мы видим, что все равно камера фокусируется не там. Вот, можем выставить точку фокусировки примерно, ну, чуть ближе к передней кромке, к переднему ободку нашего бокала для виски. Есть еще один вариант задания глубины резкости, задания, вернее, расстояния для фокуса, фокусного объекта. Если мы в настройках камеры во вкладке Object пролистаем немножко вниз, мы увидим, что вот здесь вот есть поле Focus Object. И мы можем сюда просто взять и перетянуть наш Martin Glass. Как вы видите, автоматически наша точка фокусировки сместилась на центральную ось этого объекта. Теперь, если мы решим подвигать нашу камеру, мы увидим, что точка фокусировки у нас остается на том объекте, к которому она привязана. То есть, если вам нужно, чтобы фокусировка постоянно, допустим, при анимации фокусировка постоянно сохранялась на каком-то объекте, у вас плавающая камера, либо фокусное расстояние, чтобы фокусировка не сбивалась, вы просто привязываете этот объект к камере в поле Focus Object. Итак, пока мы отменим перемещение нашей камеры. Или просто подвинем ее чуть-чуть поближе. Давайте посмотрим, что получилось. Ну да, приблизительно вот так вот. И уберем отсюда фокусировочный объект. Почему? По той простой причине, что нам необходимо сдвинуть нашу точку фокуса вручную. Если здесь присутствует какой-то объект, то подвинуть точку фокуса руками у нас уже не получится, она будет заблокирована. Зачем нам это необходимо? Если мы для стеклянного бокала сейчас зададим фокусировку по центральной оси объекта, мы получим довольно некрасивое размытие переднего края, которое нам будет немножко мешать восприятию. А поскольку мы хотим сделать все-таки более-менее классную картинку, давайте сфокусируемся на переднем крае бокала. Итак, переходим в нашу камеру, нажимаем кнопочку Render и давайте посмотрим, что у нас на этот раз получилось. Ну, теперь это выглядит уже гораздо лучше, по-моему, и гораздо правдоподобнее, даже несмотря на то, что рендер вот только начал считаться. Мы уже видим, что наш объект находится в фокусе. Давайте посмотрим, как он выглядит полностью. Передняя кромка бокала в фокусе. То есть, в принципе, мы получили то, что мы хотели, настроив нашу камеру. Сейчас давайте рассмотрим еще одну настройку. Это диафрагма. В английском F-STAP. Немножко отклонюсь, пока считается рендер, немножко отклонюсь в сторону фотографии. Люди, которые занимаются фотографией, знают. Люди, которые фотографией не занимаются, могут не знать. Но, тем не менее, в 3D-графике это знать необходимо. Что значения диафрагмы влияют на глубину резкости. То есть, чем больше у вас значение диафрагмы, тем резче вы будете видеть объекты на заднем плане. И, соответственно, чем значение диафрагмы у вас меньше, тем более размытый фон вы получите. Вот это необходимо знать, либо это необходимо запомнить. И сейчас давайте перейдем непосредственно вот такую картинку мы получили. Мне кажется, смотрится, если бы не шумы, смотрелось бы вообще идеально реалистично. Давайте перейдем к настройкам диафрагмы. Для этого в настройках камеры переходим из вкладки Object во вкладку Physical. Переместимся немножко вверх. И мы видим, что AppStab у нас сейчас стоит в значении 8. То есть, диафрагма равна 8. Давайте уменьшим ее, чтобы получить более размытый задний план. Ну, вообще, самое широкое, самое маленькое значение диафрагмы, которое я знаю, это 1.8. Это у хороших Кэноновских, Сигмовских, либо Никоновских портретников. Но здесь, как вы видите, ничто не ограничивает нашу фантазию. Мы можем поставить диафрагму даже 1.0. Но, тем не менее, давайте придерживаться какой-то реальности. Давайте выберем диафрагму, которая стандартна для портретного объектива. Эта диафрагма равна 2. То есть, это очень широко открытое отверстие объектива. И еще раз нажимаем Render. Смотрим, что у нас получилось, чем наша картинка будет отличаться от предыдущей. Пока считается Lightmap, мы, естественно, не видим никакой разницы. Ну, а вот теперь, по-моему, разница видна даже на переднем плане. То есть, мы видим, что картинка стала гораздо более размытой. Задний план виден только как-то контурно-акварельно даже, что ли, больше. Наверное, это небольшой перебор по диафрагме. Давайте попробуем ее немножко увеличить. Например, вот есть такое замечательное значение 5.6. Посмотрим, что у нас получится теперь. Вот так, по-моему, гораздо лучше. Задний план у нас более размытый. В то же время, передний сохраняет необходимую нам резкость. Но сейчас мы не будем дожидаться окончания рендера. Сейчас я объясню, пожалуй, последнее, чего стоит еще коснуться. При освещении сцены HDRI-картой. Смотрите, сейчас мы делали рендер, где все объекты наши находились, грубо говоря, на компьютерном столе. То есть, вместо стола у нас использовалась модель компьютерная. И на нее отбрасывались тени. То есть, выглядела она довольно реалистично. Но, если мы сейчас развернем камеру и захотим просчитать, допустим, давайте пока скорости ради отключим Depths of Field. Отключим вообще физический рендер, поставим стандартный. Если мы захотим просчитать, как наш стол стоит на полу. Давайте нажмем просчет. Мы увидим, что на полу он, собственно, и не стоит. То есть, такое впечатление, что стол висит в воздухе, потому что он не отбрасывает никаких теней, ничего. В то же время, пол на нашей HDRI-карте выглядит просто шикарно. Но вся композиция вместе не смотрится. Из-за чего? Из-за того, что компьютерный объект не отбрасывает на нашу HDRI-карту никаких теней. Как можно исправить ситуацию? Что нам для этого необходимо? Для того, чтобы довести эту композицию до финала, до конца. Нам необходим, как в английском называется, Shadow Catcher. В русском довольно романтический получается перевод. Ловец теней. На самом деле, это не что иное, как объект floor. Причем именно объект floor, не plane. Потому что, если вы вместо floor добавите в сцену plane, у вас ничего не получится. Нам нужен объект floor. Вот он у нас. Если мы сейчас посчитаем нашу сцену, мы увидим, что наш стол стоит именно на этом объекте. И объекту floor нам необходимо указать, что он нам нужен только для прорисовки теней. То есть, его не должно быть видно в сцене, но тени, которые отбрасываются на него, должны сохраняться. Для этого мы щелкаем по этому объекту правой кнопкой мыши, заходим в Cinema 4D Tags и выбираем тег Compositing. И в настройках тега Compositing ставим галочку Compositing Background for HDRI Maps. Это как раз таки позволит нам включить опцию отбрасывания теней для HDRI карты. И теперь нажимаем Render. Вуаля! Мы видим, что наш стол больше не висит в воздухе. Он начал отбрасывать на пол довольно реалистичные тени. И теперь создается впечатление, что он стоит на полу. Ну, вот, в принципе, на сегодня и все. Надеюсь, что этот урок был вам полезен. Вы теперь сможете просчитывать, рендерить крутые картинки. Заходите в настройки рендера. Включайте физический движок. Включайте глубину резкости. Выставляйте необходимые вам параметры. Нажимаете, например, Render to Picture Viewer. И получаете замечательное изображение. Всего доброго вам! Классных вам картинок! И до встречи в последующих уроках. Пока!